7 марта. Возвращение к вере. Больше 20 лет я считала, что в моих силах помочь наркоману преодолеть его зависимость, что я смогу изменить его жизнь, чего бы мне это не стоило. Он ушел из дома очень рано, в 15 лет, когда начал употреблять марихуану и алкоголь. Таков был его собственный выбор. Я вижу, что тогда он остановился в своем развитии. Доказательство тому – последующие 23 года. Редкие успехи и постоянные проблемы с работой, два неудавшихся брака – все говорит о его инфантильности, неспособности справляться с повседневной жизнью. Наркотики затягивали его все больше и больше, и моя жизнь превратилась в ад. Каждую минуту я только и думала о том, как спасти наркомана, как вылечить его, что еще я могу предпринять. Вскоре я обнаружила, что зашла в тупик, и больше не могу так жить. Наранон помог мне вновь обрести веру в мою высшую силу. Я и раньше была верующим человеком, но тяжелые испытания последних лет отдалили меня от Бога. Вернуться к вере мне помогли простые и мудрые слова, которые я услышала в Нараноне. Мне следует отойти в сторону и уступить дорогу Богу. Благодаря программе я осознала, что отстранение – единственный выход. Раньше я думала, что моя всепоглощающая огромная любовь к сыну поможет ему преодолеть зависимость. Но это было до того, как мне стало понятно, что наркомания – это психическое заболевание, такое же тяжелое, как и любая другая хроническая болезнь. Она искажает чувства наркомана. Он не способен принять нашу любовь и помощь, и сам не в состоянии любить никого и ничто, кроме наркотика. Размышления на сегодня. Я учусь любить наркомана по-новому. Я отпускаю его и позволяю Богу делать его работу. Цитата. «Каждый вечер я передаю свои заботы Богу, ибо не дремлет и не спит хоронящий нас». Мэри Кроули.